Так, уважаемые кардиологи города Ангарска, рада вообще вас всех видеть. Самое главное, что вы все живы, все здоровы, вы семьи все здоровы. То есть это говорит о том, что действительно все неплохо. Есть желание работать, есть желание собраться. То, что мы здесь, мы это подтверждаем. Очень рада видеть Фариду Смогилича. И мы имеем такую возможность с ним пообщаться. То есть послушать его великолепные сообщения. Пообщаться в неформальной обстановке. Он всегда делится с нами своими соображениями, своими новыми впечатлениями, новыми разработками. Вообще это хорошо, это очень приятно. Ну и вот сегодня у нас такое же очередное заседание наше кардиологическое. Сейчас послушаем, что нам будет говорить, о чем будет с нами беседовать Фарид Смогилич. И очень большая просьба. То есть какие-то есть наболевшие вопросы, они у нас действительно есть. То есть есть по нашей работе. Давайте не будем стесняться общаться. Будем задавать друг другу вопросы. Будем задавать вопросы Фариде Смогиличу. Начинать будем нашу конференцию. Сегодня мы поговорим с вами о важных делах, касающихся острой коронарной синдрома. Ну и вначале, конечно, это положено конфликт интересов, потому что мы с уважением относимся к производительным фармпрепаратов, устройствам. Но нельзя не признать, что это влияет на информацию. То есть она в какой-то степени ограничивает, хотя я стараюсь быть объективным и честным. Но тем не менее это влияет. Для общения, для информации появился телеграм-канал. Вы можете там обрать, просто Иркутское общество кардиологов найти наш и подключиться. И вот все конференции, мероприятия вы можете там же оперативно получать. Потому что мы также будем пытаться рассылать и по e-mail, но когда есть мессенджеры, мы, в принципе, наверное, рано или поздно перейдем на информацию по мессенджерам. Это такая стратегическая позиция. Есть два основных подхода в лечении и ведении пациентов. Это стандартизированный подход. Это подход, который используется активно в амбулаторной и стационарной практике. Напоминаю, что с 1 января 2022 года вводятся поправки в 323-й федеральный закон об охране здоровья наших граждан. Это основной для нас закон. Поправки заключаются в следующем, что наши решения должны основываться на клинических рекомендациях. Это впрямую прописка. Так раньше не было. Именно на те рекомендации, которые Минздрав выкладывает и так далее, которые пытаются сейчас расширить потихоньку все остальные общественные организации. Приоритетом для нас нужны не инструкции препаратов. Приоритет отдается основной клиническим рекомендациям. Мы их должны знать. Это, конечно, стандартизированная медицина, потому что вы обязаны выполнить все, что стоит под пунктом 1. 3 – это вы не должны. Ну и 2 – это уже на усмотрение. Но это стандартизированная медицина. Мы ее тоже поддерживаем. И вы знаете, что каждый год мы выпускаем клинические рекомендации по кардиологии к коморбидным болезням. Ну а поскольку я все равно стараюсь и на своих консультациях, и вы знаете, да, и я тут ангарчан многих смотрю, они приезжают ко мне и по вашим направлениям, сами по себе они приезжают. Я все равно пытаюсь, если это возможно, использовать персонализированный, индивидуальный подход, то есть подобрать какие-то особенности, выбрать в диагностике лечение, которое повышает эффективность принимаемых решений. Ну и в частности, особенно в тех случаях, когда много коморбидных заболеваний есть. И мы в этом году переиздаем в 12-й раз. 12-й раз, да. Лечение болезни в условиях коморбидности. Это как вести, допустим, фибрилляцию предсердий при гипертиреозе, или, допустим, сердечную недостаточность в условиях того же диабета, или у беременных что делать. Оно где-то, конечно, есть, везде разбросанное, но так, чтобы в одном месте все быстро и более-менее оперативно, а этого нет книги, даже в мире нет. Я пытался найти, не нашел. Поскольку решение принимать надо сейчас и здесь, то где-то искать. А в инструкции препарату тоже полагаться нельзя. Например, там везде написано «нельзя при беременности». А если жизнеопасная ситуация? А если она задыхается? А если унитела? Тогда мы обязаны. А что мы тогда должны дать? Ну, то есть, эти вопросы, конечно, требуют. Ну и вторая книжка. Мы тоже ее только что переиздали. Ну, имеется в виду, что мы уже сдали в печать. То есть, через месяц-полтора они уже будут доступны. Это психосоматика. То есть, все эти тревоги, депрессии и все такие пациенты никому не нужны, кстати. Потому что к психиатру они не идут, не любят, боятся, что в какую-нибудь базу данных их запишут. А потом, знаете ли, да, устройся, не устройся на работу. Ну, вот они и не хотят с ними дружить-то. А потом куда они? Кому они? Кардиологи не занимаются. Неврологи пытаются, но не профессионально порой. Вот они и маются в стационаре с сердцебиениями, с болями в груди. А мы их чем лечим? Ну, как, триметазидином, да, бисопрололом. Репертуар к радиологу награничен. А сегодня, поскольку я уже обсуждал и первичную профилактику, и сердечную недостаточно, я хотел сегодня сосредоточиться на острых коронарных синдромах. Даже амбулаторным врачам это надо знать. С одной стороны. С другой стороны, хронические коронарные синдромы будут 27 ноября. Мы собираемся в Иркутске, в сквер Кирова. Там есть Лондон-Пап, какое уютное местечко. Мы договорились, что в транспорт будет. Можно будет туда приехать, если будет у вас возможность. Там будет концерт небольшой. И там тоже будет возможность посидеть вместе, пообщаться с иркутскими коллегами, поговорить. И там еще будет у нас Алексей Владимирович Дудник. Мы его пригласили. Почему? Потому что вышли новые рекомендации по кардиостимуляции европейские. Давно их не было. Кто на них расскажет? И мы также пригласили замечательного кардиолога, председателя Бурятского общества Аюна Сергеевна Донирова. Она завкардиологии Республиканской больницы в Бурятии. Тема у ней сложная. Это фибридация предсердия и острое коронарное синдромы. Возвращаемся к острым коронарным синдромам. Что нового было? 0,1-часовой алгоритм, который должен вообще-то работать в приемном отделении, не в больнице, а еще на входе. Он как бы как сортировка идет. Это первое. Второе. КТ-ангиография для неясных ситуаций, потому что не всегда возможно инвазивная. А во многих городах это вообще отсутствует. Ну, слава богу, появилась такая возможность. Но если там нет возможности запускать инвазивную, можно просто КТ-ангиографию сделать. В Иркутске, по крайней мере, это возможно. Дифференцированное лечение антитромботической терапии после ОКС. То есть два препарата мы можем назначить. И даже рекомендуется сократить время до 1-3 месяцев. Почему? Потому что кровотечение. И главного выигрыша особо нет. Если мы будем два препарата, особенно активных, допустим, тико-грилор с аспирином до года тянуть, кровотечение получим. Поэтому это сокращается у нас. И еще одна позиция, которую мы и в Иркутске-то, собственно, не реализовали, и у вас, наверное, еще далеко до оптимального, что все инфаркты ОКС без подъема СТ обязаны проходить коронарографию и ревоскулиризацию. Вы помните, что в Иркутске долгое время, и до сих пор, кстати, у нас ревоскулиризация проходит кого? С подъемом СТ. А без подъема они как бы считаются не такие уж прямо опасные. Вроде как умирают не сейчас, а попозже. Ревоскулиризация должна проводиться в острый период всем пациентам. Значит, смотрите, это статистика отделения неотложной кардиологии, международная статистика. О чем она говорит? О том, что если мы встречаем пациента пожилого с подозрением на ОКС, там чаще будет инфаркт миокарда, не первого типа, по крайней мере, без разрыва бляшки. Это будет инфаркт миокарда второго типа, который мы пока еще не научились ставить. Ну вот сколько вы поставили инфарктов миокарда второго типа в этом году? Ну сколько? Не сильно. Понимаете? А эта группа по меньшей мере по частоте не уступает первого типа, если брать всех пациентов. А если брать пациентов старше 65 лет, то это чаще вариант, чем первый тип, чем с разрывом бляшки происходит. Но самый частый вариант у этих пациентов – это хроническое повреждение миокарды, оказывается. То есть когда тропонин, вообще-то он старое дело, он не острый подъем ушел, да? Это старое дело. С чем уж связано? То ли с сердечной недостаточностью, да, которая тоже вызывает, то ли с тахиаритмией она может быть связана, то ли еще с чем-то. Ну тропонин же повышается при чем угодно, да? Поэтому я обращаю внимание, что есть большая группа состояний, которые мы пока еще не научились хорошо диагностировать. Но мир уже перешел на эту стадию. То есть инфаркты миокарда второго типа заняли должное место в арсенале диагнозов кардиологических. Потому что если это второго типа, то есть там нет разрыва бляшки, там тромбозы-то нет. Там же несоответствие между потребностью миокарда и кислородии. А там нам нужны два дезагреганта вместе с гепарином. Так вот вопрос, наверное, нет, да? Может там акцент делать на лечении основного заболевания. И патанатомы-то как говорят? Ставьте диагноз второго типа, только выносите в осложнение его посмертно. Поэтому я еще раз обращаю внимание, что нам надо учиться ставить эти диагнозы, не бояться. Потому что начинать все равно надо. Кардиологу поставить диагноз в осложнение как-то еще, да, ну как-то непривычно, мягко говоря. То есть может быть даже первым поставить инфаркт, да, второго типа, а рядом поставить какое-нибудь другое заболевание. В этиологии бляшки, ну это статистика многократная, вы уже обсуждали, инфаркт миокарда вызывается малыми бляшками, да, небольшими, в основном. Почему? Потому что пока она растет, пока она там развивается, успевает развиться коллатерали, да, и так далее. Поэтому то, что у пациента нет при коронарографии большой бляшки, не говорит о том, что там ситуация спокойная, что радоваться надо, раз рвутся и инфаркты дают малые бляшки, так как раз надо, может быть, больше внимания им уделять, чем традиционно это принято. Инфаркты миокарда с подъемом СТ, все-таки там больше бляшки обычно. И изучают сейчас в основном бляшки. Почему одни бляшки, да, вызывают инфаркты, другие не вызывают инфаркты? Что отличает вот эти виновные бляшки от обычных бляшек, которые... Оказывается, там структурные изменения есть. И стеночка тоньше, и там липидов побольше, и воспаление побольше. И они локализуются в местах бифуркации, там, где завихрение вот этого кровотока, механическое давление, когда создается. Вот о чем я говорю, инфаркт миокарда второго типа, который нам надо начинать ставить, еще раз вам говорю. Это пожилые, это старики, женщины с коморбидностью и небольшие бляшки стабильные. Сенсированы такие виновные? А зачем? Нет, конечно, нет. Ну, там же причина не бляшка у вас, причина несоответствия между, да? То есть у вас основная причина другая. Допустим, гипоксия, связанная с легочными заболеваниями. Поставка инородного тела размером 2 сантиметра в небольшой участок коронарной артерии решает проблему. И как раз вот эта группа-то, инфаркта миокарда, у них будет вред, скорее всего, от стентирования. Потому что природа инфаркта там совсем другая, понимаете? А мы туда залезли с инородным телом, а потом еще 3 месяца, а скорее всего, год-два дезагреганта давали ему. А у него причина совсем в другом. Ну, например, в Хобле, в гипоксии, допустим, да? Или в азоспазме. А эмболия – это же тоже инфаркт миокарда второго типа. Еще раз, такие больные есть. Таких больных много. Единственное, мы не научились их диагностировать, видеть и пробовать лечить по-другому. Хотя бы начнем с диагноза. Поставив диагноз, мы уже обязаны думать дальше. Раз второго типа, ну, значит, традиционное лечение здесь не совсем подходит. А вы не забывайте, что есть инфаркт миокарда четвертого типа. Это те стабильные пациенты, которые, собственно, жили неплохо достаточно. Ну да, болело, это мешало ходить им. Но врач им сказал, надо, вы знаете, бляшку-то убирать, потому что она спасет его от инфаркта. Ну, во-первых, стентирование никого от инфаркта еще не спасало. Еще раз, стентирование хронических больных не снижает ни смертность, ни риск будущих инфарктов. Стентирование только улучшает ходьбу. Он не мог подняться на… Один пролет он будет подниматься на пятый, шестой этаж спокойно. Но он встретится в 10% случаев с процедурным инфарктом миокарда. У него было хроническое, а он вышел с инфарктом четвертого типа. Что, зря выделили? Там еще три подтипа их выделили. Поэтому тут осторожненько надо. Ни разу не видел инфарктов миокарда четвертого типа после областной и после первой больницы. Нет инфаркта. У нас перепроцедурных инфарктов в Иркутской области нет. Я спрашивал коллег, они тоже не видели. Почему? Потому что тропонина не берем. Мы даже с КУТом инфаркт не ставятся, да? Да, но не все, основная эта часть выживает же с инфарктом. Понятно, что часть-то умирает. Но это уж крайний вариант. Мы-то видим, что когда они к нам поступают, то есть у них изменения были, когда у них не было. Но в основном сейчас какая же тенденция? Ставится по тропонинам все-таки. ЭКГ считается не очень надежным. А у нас максимум мы, если за две недели успеем хвост поймать, тропонина. Я таких ловил. Он четко говорит, поставили стенд, перевели в палату, потом мне стало плохо. Давление упало, меня опять в реанимацию. Выписки ни слова. Поэтому мы иногда ставим инфаркты после выписки, если успеваем это сделать. Такацубу мы тоже не ставим. Я два случая поставил такацуба. То есть это женщины обычно в переменном позуальном периоде таком накануне часто бывает стресс. Кто-то заболел, умер там или потеряли близкого или что-то. Поступает с картины очень похожая на УКС. Очень похожая. Но все так быстро в течение суток-двух возвращается на круги своя, что инфаркты у нас так не текут почти никогда. Вот когда быстрая такая обратная динамика. В тех случаях, в которых я видел, там не было классического баллонирования, типа амфоры. Но у нас, видите, эхо еще не все могут так посмотреть. Да хорошо. И у них прогноз благоприятнее. Тоже может быть отек легкого. Тоже может быть кардиогенный шок. Но у них выживаемость намного лучше, чем при инфаркте. За счет быстрой обратной его динамики. Природа его пока никто не знает. И вы видите здесь заметный подъем во втором-третьем отведении. А здесь в грудных выраженная депрессия сегмента СТ. Вроде бы, да, вроде похоже на нижний инфаркт миокарда. Делаем МСКТ с контрастированием. Двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Понятно, что здесь блокада правая, но у нас она разве смустится? Ну, тоже сумасшедший подъем. Ну, тут вы видите везде, даже на издали видно. Это все подъем во всех почти отведениях. Вакцинация, файзеровская вакцина с развитием миокардита. Диффузным подъемом СТ. Это не к тому, что нам не надо вакцинации, потому что я вакцинировался сразу же, и мама вакцинировала. Я сейчас перевакцинацию буду обязательно делать. Я к тому, что миокардиты, да, могут дать и кардиогенный шок. Это очень редко бывает. Конечно, но бывает, поэтому так. Врач-то работает стереотипно. Подъем СТ, инфаркт, коронарография. Здесь тоже большой подъем сегмента СТ, связанный с вазоспазмом, с высокими тропонинами. Там был вазоспазм, вызванный фиохромоцитомой. Фиохромоцитомой известный провокатор вазоспазма как таковой. Вот это инфаркт миокарда второго типа как раз и будет у нас. Подъем СТ причем. Необструктивный инфаркт миокарда. Чаще у женщин бывает. И в большинстве случаев за ним действительно инфаркт скрывает. Без подъема СТ нередко, ну вот здесь где-то в четверти случаях, полная окклюзия коронарной ротерии. Я еще раз хочу обратить внимание, что без подъема СТ это не обязательно не полная окклюзия. Там может быть полная настоящая окклюзия. То есть ЭКГ не всегда соответствует морфологической ситуации. Если вы полную окклюзию увидели, то есть тогда возникает, что нужна ревоскулеризация. Почему я и говорю, что отношения без подъема, что ну и как бы страшно. А только каждый четвертый там полная окклюзия. Чаще огибающие страдают. В половине случаев сниженная фракция выброса и дилатация, она вернется в норму у пациента. Поэтому не надо сильно торопиться, переводить их сразу, вести как хроников. Подождите, там динамика же идет. Подождите, посмотрите, может сокращаться будет. Особенно если вы назначили все адекватно положено. Это бывает, допустим, дофибриллятор. Показания к дофибриллятору. Вроде бы фракция выброса ниже 35. В принципе уже можно ставить. Так, а в острых ситуациях вы подождите, она сейчас-то у вас 22, а через месяц она у вас 35, а еще через два месяца уже 40. А 40 уже не надо ставить ИКД. Ну я к чему, что для динамичных процессов нужно наблюдение. Если вы думаете, что не торопитесь, а вдруг вы медикаментами уменьшите, тогда он уже выходит из зоны ИКД, допустим, или других состояний. КТ-ангиография при УКС без подъема СТ. Ну это там, где нет инвазивной. В принципе, возможности ее очень близки к инвазивной. Поэтому, конечно, я уже много и давно использую для диагностики. И хронических, ну и видите, сейчас КТ-ангиография используется и в острых ситуациях. Вот эта Грейс, она вообще слабенькая шкала, конечно. Исследования попробовали. Оказывается, что с Грейс, что без Грейс прогноз сильно не меняется. Другое дело, что те, кто Грейс использует, у них чаще ревоскулиризация идет. Потому что они же по Грейс попадают сразу в высокий риск, если выше 140. Им тогда нужно ревоскулиризацию. Ну как бы лишняя ревоскулиризация получается. Вообще со шкалами надо аккуратно, конечно. Тропонины. Еще раз. Ну в Иркутской регионе вообще как-то не прижилось. Вообще стандарт диагностики УКС без подъема СТ это 0,1 час. То есть на входе берете, через час берете и смотрите уровень и прирост. И на этом только основании вы можете исключить инфаркт миокарда и выписать его. Из отделения неотложной кардиологии на Западе или приемного отделения у нас. То есть сортировка должна быть на входе-то. Именно по этому алгоритму. Никто в Иркутске, я говорю, ребята, да как, почему? Ну вот так не сложилось. Не сложилось, да. Ну я к чему, что еще раз обращаю внимание. Диагностики УКС без подъема СТ на входе 0,1 часовой алгоритм. Можно даже его один использовать. Конечно, хорошо бы его и с клиникой, потому что бывают же тропонины разные. Более того, проверяли, если на входе низкий, меньше 3-5 нанограмм на литр, выписывайте спокойно, ничего не будет. Не помрет уж. Это не инфаркт. Конечно, понадежнее, если вы там еще через час посмотрите. А если вы еще и КГИ, клинику там вообще надежно будет. Но даже если вы просто всех поступающих с подозрением брать на входе, даже это будет работать хорошо. Так весь мир работает. Давно работает. А мы как не можем. Ну вот, понятно, что нам бы хотелось, чтобы наш флагман работал, областная. Да, кто-то там нас повел по этому светлому пути. Но никто не ведется. Но если вы с тропонином еще будете использовать факторы риска, клинические особенности, то, конечно, качество диагностики будет выше. Это очевидно совершенно. Вот эта картинка показывает, что по уровню тропонина, по подъему, вообще нельзя отличить инфаркт миокарда, острое повреждение миокарда, хроническое повреждение. Видите, диапазон подъемов примерно одинаковый. Ну, то есть нельзя сказать, что ой, тропонин довольно высокий, скорее всего, инфаркт. Ой, тропонин низковатый, это скорее всего, не инфаркт. Видите, как перекрывается. То есть это ненадежно. Динамика – да. Но динамика же надо брать через час, три и так далее. Тогда только вы можете сказать, там, хроническое ишение, острое ишение, динамика. А у нас как? Один раз взяли – хорошо. Два раза – ну, здорово. Но хотелось бы через час. Почему? Потому что это сокращает время, мы можем выписать. А что мы шесть часов ждем-то? Это то же самое с того же исследования. Я просто вам пытаюсь показать, как работает мир, какие есть надежные исследования. А вы, естественно, пытаетесь это все, если это вы считаете возможным, реализовать в практику. Если вы считаете невозможным, ну, нет, так нет, пока условия не сложились. То есть у нас как-то в Ангарске, вы скажете, не так как-то все течется по-другому. Тогда, да, бывает и так. Тропониновые тесты немножко разные бывают. У некоторых есть свои особенности. Тропонин Ай особенно, там, Ки обычно – это Ля Рош, а Ай там много фирм разных. У каждых есть свои некоторые нюансы, особенности и нормативы немножко разные, да, поэтому нужно внимательно изучить, сходить к лаборантам, посмотреть, что за тропонин, какие нормативы, почему такие, а написано у нас такие. То есть разобраться надо с тропонином. Почему? Потому что это ключевой диагностический инструмент для нас. Лечение. Я вам рассказываю только по исследованию, которые в этом году сделаны. Старые мы не обсуждаем, потому что мы их обсуждали в прошлом году. Вот на мой взгляд, что было. Если пациент после инфаркта вышел и стал много работать, он умирать будет чаще. То есть сокращение рабочей недели улучшает продолжительность жизни. Надо все-таки их беречь, а не думать, что раз мы там стенд поставили, что инфаркт маленький, что вроде жить будешь долго. На работе у нас далеко не всегда условия благоприятные, стресса хватает, много чего там, чего они нам не рассказывают еще. Поэтому, конечно, лучше беречь. Без подъема СТ фондопаринукс лучше, чем иноксопарин. Это понятно, потому что кровотечение раза в два ниже. Всем давно уже известно. Это просто подтверждает вот этот метаанализ, допустим. Двойная антигрегантная терапия сокращается. Официально европейские рекомендации нам говорят, что вы можете, допустим, если активно дали, тикогрелор тот же или просугрел, его как-то редко используют, хотя он очень неплох при стентировании. Один-три месяца все оставляем на одном. Видите, вот эта схема, о чем говорит? Она индивидуализирована. Вы считаете, что риск тромбоза, рецидивы инфаркта высокий? Ну, допустим, диабет, два инфаркта в анамнезе. Пожалуйста, до года, до двух лет, до трех лет. Пожалуйста, давайте два. Если вы считаете, что над вами висит кровотечение, было внутримозговое кровоизлияние, оно нам надо полгода-то лечить, может, месяцем ограничиться. Взвешиваем, да, все. Вот эти рекомендации нас направляют на то, что двойная антиагрегантная терапия, она должна быть индивидуализирована. Раньше такого не было. Помните, да, год и все, да, там уж посмотрим. В чем, два? Ну, я не знаю, в каких два, но в этих нет два. В этих, вы видите, да, один-три месяца пока, да. Еще раз говорю, мы, члены Европейского общества, кардиологов, все рекомендации на нас распространяются. Деэскалация. Она говорит о том, что мы можем перейти на менее активную. Ну, допустим, считаем, что нужно надежно прикрыть тромбоз, далее тикогрелор. Острый период прошел, перешли на клопидогрел. Помягче, менее опасный и дешевле. Можно? Можно. Об этом говорят исследования. Деэскалация возможна. Можете через месяц переходить. Месяц попринимали. Опасный период все равно. Самый опасный период все равно месяц. Особенно для подъема в сегменты СТ. Поздняя ревоскулиризация. Даже 12-48 часов. Тоже выгодно оказывается. С подъемом СТ. Ну и что, что поступил поздно на второй день? Ну и что? Все равно выгодно. Ну, то есть имейте в виду, что не надо всех отсекать по времени. Ты извини, не попал. Видите, 12-05, а до 12 только вперед. Там вопрос, откуда считать еще инфаркт. От начала ли боли, да? Или от тех рецидивов, которые там идут у него. Стенты голометаллические или выделяющие? Ну, конечно, сейчас выделяющие. Современные. Ну, в основном, конечно, это эверолимус. Лассика считается. По клетаксову вот эти самые дешевые, которые там вот не все так просто. Они должны уходить. Поэтому, если есть возможность, да, если есть возможность, конечно. Просугрел, он есть, кстати, на рынке. Он где-то 3,5 тысячи стоит, месячный курс. В порядке исследований он превзошел тикогрелор, тем, кому стентировано было. Но вообще он при прочих равных условиях порой выглядит лучше, чем тикогрелор. Но опять, после стентирования. И чтобы у него не было инсультов в анамнезе. Понятно, что более активные антиагреганты лучше, чем менее активные. Тикогрелор и просугрел лучше, чем клопидогрел. Поэтому, чем выше риск, тем более активный антиагрегант мы должны выбирать. Соответственно, риск кровотечения у нас и растет. Тоже надо понимать. Идет дискуссия. Вот бета-блокаторы работают они после инфаркта, они работают. Но, видимо, не так выдающиеся, как нам казалось раньше. Если не назначил, вот прямо смерть где-то на пороге уже стоит. Я еще хочу рассказать, что идут дискуссии. Потому что во многих исследованиях не подтверждается, что бета-блокаторы снижают смертность, улучшают прогноз. Я имею в виду бессердечные недостаточности. Но я имею в виду, что это не все исследования. Во многих исследованиях все-таки эффект подтверждает. Мы всегда исходим из того, что вдруг они работают. Поэтому, конечно, их надо назначать. Единственное, что без того пиетета, который был у нас раньше. Мы сейчас широко используем блокадный рецептор. Потому что, ну, вроде как бы кашель поменьше. Но еще раз, не забываем. При инфаркте миокарда лучше ингибитор опыта. При сердечной недостаточности. И в этих рекомендациях показано в последних европейских. Приоритет ингибитора. Предупредили пациента, что кашель может. Может, но назначаем его и тетруем дозировочку. Появился кашель, ну, тогда выхода нет. Вазартан, кондесартан. Вальсартан, пожалуйста. Сокубитрил, вальсартан. Если функция снижена, можем наряду с ними и пробовать. Расширяется возможность сокубитрила, вальсартана. Он сейчас и при острой декомпенсации может использовать. Но он не работает при сохраненной фракции выброса. А ингибиторы натрия-глюкозного транспортера работают. Антидиабетический препарат работает. А этот не работает. Вот и раз. У нас же не было препарата при сохраненной фракции выброса. Не было, кроме диуретиков. Ничего не было. Все. Ингибиторы натрия-глюкоза первые с доказанным эффектом при сохраненной фракции выброса. Экстрасистовые. Самая частая аритмия. В 2020 году я выпустил «Аритмия сердца». Сейчас вот работаю над другой книжкой. Над продолжением ее. Еще раз, да, основной постулат аритмологии. Любое сердцебение, перебои нужно верифицировать. Неизвестно, что за ним скрывается. Может, за ним вообще ничего не скрывается. Сколько раз я встречался. Ой, бьется как-то не так. На холтере ничего нет. Но холтер – это сутки. А если раз в неделю, тогда что? Значит, еще раз напоминаю. Можно на мобильных устройствах. Можно на часах. Это, конечно, не кардиофлешка. Это трансмиттер, оказывается. То есть передающий устройство. Но к этой штучке есть проводки с электродами. То есть если застучало, заболело, он быстро лепит эти электроды. Проводок к телефону подключает. Нажимает на кнопочку, и у вас записывается кардиограмма. Экстрасистолия. Чаще всего доброкачественная. Из вводного отдела правого желудочка. Если ось ушла вправо, в первом – S, а в третьем – R высокий. А здесь картина блокады левой ножки пучка ГИС. Это с очень высокой степенью вероятности очаг в вводном отделе правого желудочка. И очень важно – мономорфное. Если мономорфное, значит, из одного очага можно прижечь. Полиморфное – все. Такая обрядция. Поэтому если вы в диагнозе будете хотя бы это указывать, тоже будет неплохо. По крайней мере, сориентируйте коллег. Это как я оформляю диагнозы. Вы видели желудочка экстрасистолия в скобочках из вводного отдела. Почему? Потому что там оно не всегда из вводного. Скорее всего, кто его знает, откуда оно. Сложно все это. Раньше я писал в час, сейчас решил за сутки. Это удобнее, это понятнее. Сколько в сутки и все. Или второй вариант. Если гипертония, допустим, гипертоническая болезнь ХСН, сохраненная фракция. А дальше продолжение диагноза. Полиморфное желудочкоэкстрасистолия. В сутки я опять пишу. Здесь генерализованное тревожное расстройство, экстрасистолия редкая. Это лечение аритмии, ну и экстрасистолии в частности. Антиаритмическая терапия профилируется. В зависимости от того, есть коронарная болезнь. Тогда мы не можем первый цикласс. Сердечная недостаточность. У нас вообще там остаются бета-блокаты, ронолазин и амейдарон. Три препарата. Но чаще всего все-таки без повреждений пациенты. Это женщины нередко бывает. Даже молодых много пациентов. Там у нас весь спектр. Одними из первых мы назначаем как раз первый цикласс. Либо пропофенон, либо вот сегодня как раз мы... Я еще раз хотел обратить внимание на этот цезин. Я с ним работал где-то в 80-х годах. Потому что он создан был у нас. Поскольку антиаритмиков не так много, кстати говоря. Поэтому мы рады очень любым антиаритмикам дополнительным. Я очень сожалел, когда аналог амейдарона, дронидарон убрали с раму. Ну нельзя было при сердечной. Ну и что? А в других-то ситуациях можно. Йода не было. Сразу накатили на него что-то все. Шум подняли и санофи убрала его от греха подальше. А в Европе они есть. У меня пациенты, которые туда ездят, они там на нем идут. Я еще раз говорю, триггеры это ненадежно. Поэтому ничего надежнее антиаритмика нет. Ну и абляции тем более. Хотите убрать, назначайте антиаритмик. Боритесь с очагами. Вот и на первом этапе либо пропофенон можно использовать. 153 раза. Максимум 303 раза. Но 3 раза, не 1. Или это цезин. 50, 75, 100, 3 раза опять. Первое С короткие. 8 часов работает. Потом можно сотовол использовать. Но не 20 миллиграмм. И уж не 40. Ну 80 может далеко не всегда. Нормально 160. Амиадарон. Ну ждать надо. 2 месяца-то ждем. Ой, что-то попринимала, знаете. 2 дня ничего не помогает. Бросила. Аритмия я пытаюсь снять, не помогает. Я таблетку гамеадарону лишнюю приняла. Нет, аритмия держится. Ну конечно можно лапенин на ночь, да, там, если ночная областная какая-нибудь. Можно ронолазин, кстати, да. Неплохой антиаритмик. Очень неплохой. Дороговато, конечно. Поэтому в этом ряду, конечно, я считаю, этот цезин смотрится вполне достойно. Может он не так уж прямо изучен широко, как пропофенон, но у него есть... Ну я вам просто расскажу, как ноги растут, из чего. В давние-давние времена, когда я был еще вот таким, тогда проводили исследования пациентов после инфаркта миокарда. Двумя препаратами. Фликоинит и этмозин. Этмозин наш, кстати. Там идея была какая. Пациенты после инфаркта ведь умирают иногда внезапно, да, аритмогенно, по сути. И поэтому у тех, у кого видели экстрасистелы, решили подавить экстрасистелы фликоинидом. Препаратом первого цикласса. Очень сильно. Он сильнее, чем вот эти. Аритмию-то подавили, а в этой подгруппе умирать-то почаще стали. Не сильно, но почаще. И закрыли первый цикласс. Закрыли для ХСМ. И вообще для всех структурных заболеваний. Просто все решили, что первый цикласс – это плохо. Да, он первый цикласс, возможно. Но мы же говорим не об этих пациентах. Мы же говорим о тех, у которых нет коронарной болезни. Нет сниженной фракции выброса. А этим-то можно. А таких пациентов море. Посмотрите, у него фармакокинетика очень похожа на пропофенон. Также пик. Два-три часа. И потом он уходит. А что это означает? А это означает, что его потенциально можно использовать для купирования аритмии. И я хочу обратить внимание на опасения. Это опасения, когда вы долго, полгода, год хотя бы принимали. Это не для однократного приема. То если по каким-то причинам вам хочется снять аритмию, но не хочется использовать бета-блокирующий пропофенон, ну, допустим, Асома, да даже ХОБЛ, почему бы не использовать препарат, обладающий холинолитическим эффектом? Акардарон лучше, да? Я напоминаю, в последних рекомендациях Европейского общества по фибрилляции предсерий, которые вот-вот недавно вышли, кардарон не должен назначаться как препарат первого выбора. Мало гипертиреозов, что ли, видим с вами? А он самый популярный препарат, между прочим, у нас. Ну, и я поднимал эти исследования, оказывается, даже экспериментальные были. То есть на собаках раздражали вагустный нерв и смотрели, блокирует ли пропофенон или это цезин. Это цезин холинолитический эффект. То есть они как бы разные, в одной группе, но разные. Один бета-блокатор, другой холинолитик. И если мы вот это будем понимать, то будем более грамотно использовать эти препараты. Это пациент, который меня уверял, что у него постоянно перебои идут, ну, действительно у него на холтере. Я говорю, так а вы время запишите, когда вот у вас эти перебои. Он записал, вот он записал. Молодой человек, с чем-то лет у него было. И я говорю, так а что-то они как-то не совпадают у вас вообще с этими экстрасидами. Вообще не совпадают. Это что? Это тревожное расстройство, настоящее. Как их лечат? Их лечат в основном, вы правы, антидепрессантами. Почему? Потому что это лечение длительное, лечение не меньше года. Но эффект разительный. Потому что впервые за много лет у них нет перебоев. А я дал ему антидепрессанты. Вообще-то тревогу убрал. Порог ощущений поднял. Экстрасисты у всех остались. Там даже больше стало их. Но он их не ощущает. Основной вариант – это селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Очень неплохо работает. За 30 рублей флуоксетин. Ну, не хотите флуоксетин, давайте за 500 рублей сертролин. А короткий? Приступ снятия паники может только. Он же короткий. Как любой транквилизатор, вы его больше месяца дать не можете. В зависимости. Как средство оперативного контроля – да. Но, простите, вам же нужно рецепт на него выписать. С печатями. А зачем вам он, когда у вас есть гидроксизинаторакс на обычном рецепте 107-у? А в Аршане – это мекка, конечно. Туризм – это мекка вообще. Там не только пик любви, а там вот есть красивый абор. На машине мы где-то в 6 встали, перекусили, нас подбросили к предгоре. И мы пошли вот здесь. Шли, 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 шли. И вот сюда вот дошли. Субтитры создавал DimaTorzok